Я хотела обратить ваше внимание на притекст явной вот этой повести. Это миф о Филимоне Бавкиды Авидия. Вы, наверное, знакомы хотя бы в общих чертах с творчеством не только Гоголя, но и римского поэта Публио Авидия Назо, который передал в том виде вот эти мифы о разных трансформациях, которые нам известны уже в разных переработках. Многие критиковали римского поэта за то, что вот эти мифы якобы ничего нового нам не сообщают о греческой мифологии. Однако мы должны отметить, что это, естественно, не так. Ибо вот все эти мифы нам известны только в основном в его представлении, во-первых. Во-вторых, они все представлены в такой поэтической форме, которая вот законно является самой поэтичной формой для передачи. Именно вот этих очень для нас интересных версий. Как я поняла, никто из вас не читал этот эпизод. Однако вы, наверное, знакомы другими мифами, включенные известную книгу «Метаморфозы Авидия». Например, нам неизвестен так миф о пирамиде Тисбея, однако мы вообще досконально, наверное, знаем историю Ромео и Джулиетты. Нам неизвестна история Филимона Бавкиды, но зато история Афанасия Ивановича Тастагуба и его прекрасной половины известна. Поэтому, когда мы обращаемся к анализу поэтич 19 века, не должны забывать о том, что, естественно, были какие-то предшественники как поэта, писателя, так и его произведений. И самый явный и известный предтекст поэтич Гоголя – именно вот этот миф в трансляции «Авидия». Представлена нам супружеская пара, которая вместе состарела, в любви, понимании, вместе умерла. И на этом их история как бы кончается. Однако, почему же вот римский поэт считал важным воспроизвести эту историю? Почему Гоголь обратился именно вот к такой очень уж обыкновенной и неинтересной истории? Тем более, что вот римские какие-то стихотворения или сатиры представляли стариков обычно какими-то очень жалкими, ничтожными существами. Конечно же, старики же уже неприятные какие-то, воршливые люди, наверное. Поэтому были предметом насмешки. А вдруг тот же поэт, который писал вот какие-то сатирические стихи о таких стариках, вдруг пишет вот такую очень уж эллигическую историю о них. Они становятся главными героями, кажущейся какой-то вообще ничтожной историей. Ведь же события, которые вот здесь описаны, тоже такие мелочные, совершенно кажутся, особенно на фоне каких-то очень уж остросюжетных романтических произведений, совершенно неинтересной. Но вот всё-таки, как Авидий, так и Гоголь обращается именно вот к истории такой, как бы неинтересной. Нас интересует не только вот этот вопрос, почему вот именно такая история легла в основу. Одно из наиболее трогательных повестей Гоголя, как Пушкин вот писал, что вот такая трогательная история, которая заставляет плакать сквозь смех. Ну, это как он удачно уловил вот эту характерную особенность поэтики Гоголя, смеяться сквозь слезы или наоборот. Конечно, кроме Гоголя некоторые другие писатели, поэты тоже восприязывали вот эту историю. В том числе хочу обратить ваше внимание на поэму Дмитриева, Филимона и Павкида или вот этой историей посвящена опера Шарля Гуно, и картина Кипренского. В сентиментализме особенно предпочитались вот такие истории, как «Золотой век». Вот, например, Дельвик писал о конце «Золотого века» и Дели, или «Обитатель предместия» и произведения Муравьёва. Или письма к другу, к Глинке. Но о крушении идиллии пишет уже Иоанн Буавган Гёте, который во второй части Фауста просто с очень трагическим концом воспроизводит эту историю. Мефистофель просто уничтожает домик и местность, где живёт пожилая пара, чтобы дать простор всяким вот каким-то грандиозным планам Фауста. Старосветские помещики включены в такой цикл повестей Гоголя, которые нам кажутся или фантастическими, или слишком бытовыми, но во всяком случае смешными. А вдруг наталкиваемся на такую пояс, которая вот действительно непонятна, сентиментальна ли, чувствительна ли, трогательна ли, или просто какая-то слишком уж скучная и смешная. Почему можно найти какие-то интересные переклички не только вот на уровне сюжета, а вот в самих вот этих текстах? Потому что Гоголь отвлекается не только на историю, которая вот воспроизведена Авидием, но и сам стиль на какие-то поэтические приемы, которые у Авидиа являются особенно характерными. Вот, например, критика, которая была направлена именно на именно на этот эпизод метаморфоза заключалась в том, что почему понадобилось Авидием так детально все описать. Вообще, как вот старушка поднимает сучок, бросает в огонь и так далее. Такую же критику вот говорили и Гоголю, что он что-то излишне все детализует, его все излишне как-то подробно описывается, и уж не слишком скучно ли постоянно что-то перечислять, постоянно какие-то там события в таких подробностях вот описывать, что непонятно вообще о событии ничего, только о том, что рассказчик излишне уж говорлив, говорит о том о всем, о деле на самом деле будто ничего. Для чего понадобилось именно вот такой поэтический прием, как о виде вот таких Гоголю. Возможно, что это все из-за того, что история такая обыкновенная, а будни, особенно в нашей серии будни, все как-то автоматизировано. Если рассказать свой день, тогда о чем мы можем говорить, как мы сели за парту и писали, и писали, и писали, и смотрели очень умно. Ну вот, детализировали свои поступки. Помимо этого, все-таки мы находим очень явные, как тематические, так и вот языковые переклички между вот этими произведениями. Давайте начнем с самого начала и вот постараемся при чтении конечно более короткого мифа, когда наши вот выводы оформить, подвести итоги в результате такого соположенного чтения текстов. вот как начинается описание мифа Айвидия. Вот ставится тезис, что боги какие всемогучие. почему они? Ну вот и тезису следует подтверждение, доказательство, что вот доказательство я вам расскажу историю, которая докажет, что действительно боги всемогущие. Другой очень важный момент это опять же метаморфоза. Как и всех мифов, которые включены в этот цикл, всегда происходит объяснение какому-то природному явлению. В данном случае описывается, как вот оказалась липа и дуб на каком-то пустом месте. Как вот начинается повесть Гоголя. Имеется ли какой-нибудь тезис, который доказывается или опровергается для подтверждения или опровергания которого рассказывается история этих тарасветских помещиков. Если не в самом начале, то тогда в конце. После того, как вот норатор рассказал нам историю Товстогубова, он почему-то переходит статализации истории молодой пары. Страстный человек, который потерял свою невесту, хотел стать самоубийцей. И в результате покушений на свою жизнь женился над другой девушкой и жили долго и счастливо. Ну вот, на мой взгляд, именно вот это вот такой тезис, который или подтверждается или опровергается к Гоголям. Что важнее в жизни? Привычка и основанная на такой привычке любовь или вот страсть, которые и самые сильные чувства человека. А видит дает один ответ. Супружеская пара состарилась вместе, жили долго счастливо, умерли тоже вместе. А у Гоголя вот какая-то своеобразная супружеская чета постоянно вот сомневается вот этот наратор в том, что они действительно жили вместе так вот счастливо, как вот это хочет нам представить наратор. Действительно они так любили друг друга. но вместо того, чтобы прямо ответить на этот вопрос, во-первых, очень длительно рассуждает о том, что такое любовь и что такое страсть, что такая привычка, что такое состарение вместе. И оказывается, что из такой будничной истории скучной получается вообще описанием каких-то главных тезисов романтизма, романтическую литературу на каком-то очень простом уровне мы же понимаем как вот сюжетов каких-то великих страстей. И вдруг нам вот какая-то вообще никакая история. Ну вот, пойдем дальше. Что здесь обезвается? Кроме того, что получаем изначальную картину, которая является результатом каких-то событий. Что за события? Боги спустились на землю и не нашли нигде мест для ночлега, то есть для проживания. Никто их в таком человеческом облике не принимает. Кроме супружеской четы Филимона и Бавкиды. Чем отличаются от других малоросов вот Афанасия Иванович и Пульхирия Ивановна. Но естественно с необыкновенным гостеприимством, радушием, которые они принимают любых гостей. вот это сначала утверждается рассказчиком, который, как оказывается, частый гость вот этой супружеской четы. А вот потом утверждается, что уж это гостеприимство вообще беспредельное. они так накормят своих гостей, что потом гости чуть не подыхают от объедания и так далее. Читайте, насколько детально описывается их жилище. Маленький домик, покрытый тросником, и соломою, низенькое место, в котором они живут, все это выражает их бедность. А вот как живут старосветские помещики? Если исходим из их названия, они живут какие-то помещики, они же должны жить как-то побогаче. Однако выясняется что в Голголе тоже живут в каком-то маленьком домике, низенькие потолки, то есть гости также должны склониться, зайдя в их дом. Почему кажется все-таки что дом Тастагубл богат? тастагубл что как утверждает рассказчик, во-первых, все кажется каким-то разрушенным, старым, но все-таки там такое изобилие фруктов, овощей и так далее, что нам кажется, что они живут богато. А как живут богато помещики, если они сами выращивают огурцы и собирают их, и потом преподносят гостям. Но они ведут себя так же, как Филимон и Бавкида, то есть они сам обслуживают своих гостей. Описание вот этих старичков тоже соответствует описанию, портрету Афанасия Ивановича Бульгирии Ивановны. Как и вот рассказчик говорит, если я хотела бы воспроизвести на полотне вот образ вот этих греческих стариков, я бы выбрал в качестве образца вот именно Афанасия Ивановича и Бульгирееву Ивановну. Потому что вот они их образ как-то воспроизводит очень приятное впечатление. Доброта души выступает на лицо. Ну вот видите приказание как бы у бедной четы нет. Потому что сами исполняют. Товстогубы тоже вот сами все. Сама солила Пульгирия Ивановна всякие овощи сама вот собирала в саду. Хотя вот кажется, что их дом тоже такой богат. У них же есть всякие девки, слуги и так далее. Вот здесь тоже поклоняются когда заходят в дом. То есть Гоголь сознательно воспроизводит те же самые мотивы, которые вот овидия характеризуют быт вот этой четы. Почему вот так детально описывается, как зажигают огонь? Ну, что-то вообще неинтересно. Зачем мне знать, как собирали вот сучьи какие и вот бросали в огонь? Вот смотрите, вновь оживила огонь, в листве ему сохлой корою, пищу дала и вздубать его старческим стало дыханием. Какая прекрасная метафора. И эта метафора не просто в русском переводе, так же звучит и венгерском и вообще в латыни вот уже существует. То есть для овидия очень важно было показать нам, что огнем огонь вот вздувается именно дыханием. То есть тепло, огонь и дух взаимосвязываются. И вот эта метафора потом развертывается и гоголя. Во-первых, тепло это выражает теплоту души этих старичков. Они конечно все опять же в каких-то беспредельных размерах раздувают, но все-таки выражает их духовность. Хотя на первый взгляд они вообще не кажутся нам какими-то уж слишком духовными людьми. Весь их бит же основан только на еде и вот на сне ничего такого они нам не представляют как каких-то там какой-то вообще вегетативная жизнь что ли. Но вот та теплота, с которой они встречают гостей, которая характеризует их дом, их быт, вот делает все эти кажущиеся слишком уж битовыми и материальными вещи, вот более духотворенными. Не говорю уже, что вот это в пищу дала такая инновативная метафора покормят огонь. Они же кормят обычных своих гостей и даже вообще главное что характеризует их жизнь. Вот читайте дальше насколько детально подробно все описывается как они готовят обед для своих гостей. Возможно, что тогда становится для вас так же вот интересным и понятным почему так детально кокль описывает вот эти бытовые как бы движения подготовки обеда в своей повести. Или еще один вопрос возникает почему так все детально описывается скажем с не обломовым. И тоже вот пища была главной вообще заботой жизни обломовцев. естественно вот этот вопрос может получить свою мотивировку если взглянем на все это действительно с точки зрения мифопоэтики поскольку вот отмечается именно сакральность вот как подготовки еды так и вот именно принятие пищи обязательно вот все эти обеды ужины завтраки все они какие-то плотные обильные и они все проводятся в каком-то кругу гостей друзей среди вот какого-то очень приятного общения сне обломово даже отмечается что как будто олимпийские боги спустились на землю все их дружно и сплоченно то есть этот коллектив весь этот образ жизни основан именно на сакральной цикличности когда вот и самое главное всегда какой-то физиологический акт еда или сон когда все это получает именно вот такой возвышенный ранг нам все это кажется естественно очень приниженным вегетативным каким-то бытом а вот когда все это происходит в таком контексте где вот боги принимают пищу людей и с ним общаются и когда с ним вот вступают в такой контакт тогда все это естественно возвеличивается станет предметом высокого ранга на первый взгляд кажется нам что вообще какая-то убожеская пища ну вот бедных людей ничего такого особенно изысканного нету также и у старосветских помещиков они же тоже не принимают ничего такого особенного не едят их кухня явно не французская или какая-то там аристократическая однако однако вот перечисляются все эти вот разные продукты тогда что-то кажется нам изобильным почему так много всего получается из ничего вот виноград золотистый все вкус куманный то есть опять же вот этот божественный характер вот эти все овощи фрукты которые мы вот например у старосветских помещиков перепланин сад вот это все сравнивается с каким-то морем морем в котором люди просто утопают потому что столько вот такое изобилие такое богатство рисовывается что даже вот незаметной кражи тогда уж опять возникает вопрос а чем же вообще идет речь почему надо постоянно акцентировать изобилие вот этих подносных вот фруктовых деревьев и вот какую-то бедность помещиков постоянно их крадут и гости крадут и слуги крадут все что находят все равно нам же кажется что это такое богатство которое нельзя истребить никаким образом здесь даже отмечается что вроде и вино подливается кем-то естественно что боги обогащают вот запас вот этих стариков которые так их приняли что последнее что они имели вот все выкладывали на стол напоминает ли вам эта история еще каких-нибудь мифов можем их называть не только мифами а историями на которых основана наша религия например история абрама и старые или вот семи лота которые приняли бога не зная не узнавая его в человеческом облике а как единственные вот старики и они были спасены потом когда всю местность вот бог наказал за свое поведение поэтому эта история какая-то очень древняя имеет вот везде свои отклики говорится естественно не только о исключительном поведении вот этих стариков о том что вот праведных бог не наказывает а праведный тот человек который вот живет ради других то есть ради гостей в данном случае которые отвечают однако они тем же те гости которые еще крадут и не приглашают гости люди здесь тоже наказываются очень интересная эта деталь видите хотя на бытовом уровне все представлено как бедность вот этих стариков столик не имеет достаточно ног на котором стоять выровнял вот этот третью ногу черепок у старосветских помещиков тоже вот случится вот такая беда вот вечно сидящий на своем столе Афанасий Иванович он после смерти Бульгарии Иванович чувствует себя как вот человек сидящий на столе который потерял свою ногу то есть нет уже опоры он понимает это уже только тогда когда его жена умерла до тех пор из чего состоит их общение обычно то что будет на ужин что будет на обед а когда во время ужина обеда общаются тогда это общение не только о том что вкусно или невкусно о том что Афанасий Иванович любил подшучивать над Пугирей Ивановной и вот эти шутки оказались каким-то довольно злым вот бедная Пугирей Ивановна довольно часто обижалась потому что о чем шутил что будет пожар все сгорит ну какая это шутка и пойду я на войну тебя оставлю ну тоже какая шутка получается и весь это какое-то ироническое отношение к своей жене вот сменяется сразу же после смерти когда он поймет что вот уже жены нет то есть до тех пор видим вот такую вообще бытовую жизнь без каких-нибудь интересов без особого без особых каких-то высоких чувств друг к другу потому что круг их интересов просто вот имеет свои пределы именно вот в этой бытовухе а после смерти вот одной половине уже вот как-то у нас проявляются какие-то небывалые чувства как это все на самом деле происходит помните как предчувствует свою смерть пульгирия Ивановна вот у нее была какая-то серая кошка которую приласкала как утверждается она не особо любила но привыкла и вот эта кошка убежала в дикий лес к диким котам опять же какая деталь вроде ничего такого особенного нет бытовой случай но Гоголя также очень подробно описывается какие были эти коты какой был этот лес для чего это нужно чтобы воспомнить требуемым редактором количество знаков естественно нет как и все Гоголя все глубоко символично естественно описанием леса соответствует описанию какого-то потустороннего мира читали достаточно его фантастических повестей для того чтобы это стало ясно вот эти дикие коты имеют какой нрав даже вот об этом пишет но они крадут сало например то есть и характер тоже такой воровской то есть все что характеризует окружающий вот стариков мир как бы искущённо воспроизведено в описании вот этих диких котов то есть подобно смерти все также противопоставлены вот эти тостогубы вот внешнему миру где вот вот очень уж такими критичными словами Гоголь говорит что это такие малоросы которые наводняют Петербург там ябенич там строя свои карьеры и ведут себя как саранча то есть очень резко критикует всех которые отличаются от этого маленького мира так после того как вот дикие коты заманили вот эту кошку она тоже становится дикой и это для полярии иваном кажется предвестием смерти опять же символический такой акт связан именно вот с кражей вот с этим страшным миром если вот перейти вот эти границы пределы вот этих миров тогда вот должно совершиться нечто очень страшное вот полярия ивановна надевает свое серое платье и вот ложится в гроб его провожают ее провожают на последнем пути вот очень много людей и вот опять же видим оппозицию если такое страшное событие как смерть представлено именно в солнечный день когда вся природа торжествует опять же новая такая новый такой подход к описанию смерти где вот старушка на кладбище получит свое место именно возле церкви почему важен нам этот факт потому что происходит под этими стариками с филимоном и бавкидой как боги отблагодарят свое их поведение их гостеприимство они спрашивают у стариков как вас поблагодарить они просят чтобы умерли в один день их похоронили в одно место и вот боги выполняют просьбу стариков они сначала наказывают местность всех людей под болото потопляют а старики как бы спасаются они поднимаются на гору там устроят храм этим богам и будут сторожить вот этот храм и конечно Афанасий Иванович Пульгария Ивановна не умирает в один день однако этот факт естественно очень значим потому что что происходит после смерти Пульгария Ивановны Афанасий Иванович начинает понимать какая между ним была связь сильная он увидит стул Пульгария Ивановны увидеть еду то есть предметы которые были связаны с его женой и он осмысл отцепляет отсутствии своей жены вот и как утверждает наратор вот у него вот льются слезы уже вот каких-то какого-то очень сильного чувства которого никогда раньше он не проявлял Афанасий Иванович тоже умирает и вот что остается из их поместья ну да одна разруха вот и дом не только постарел и разваливший и их сад тоже уже не носит плоды везде только разруха бедность и так далее и его тоже хоронят возле церкви возле своей жены на похоронах также отмечается очень светлая погода солнце светит и Афанасий Иванович также слышит зов вот этой смерти его образ сравнивается с таящей свечкой то есть во всех мотивах вот повторяются те же элементы что и вот в описании смерти Пульгарии Ивановны когда появляется какой-то наследник вот их поместья вот это всеобщее разрушение становится настолько тотальной что никаким образом не восстанавливаются вот руины вот этот наследник не умеет привести все в надлежащий порядок практически остается это болото как вот в описании о виде такая мелочность наследник ничего не покупает свыше вот одного рубля и только какой-то гвоздь и все пьянствуют то есть потопляют свою жизнь которая до сих пор как-то была освещена жизнь вот этих старичков почему все так повторяет вот историю Филимона и Бавкиды естественно важной метаморфоза которая в повести Гоголя в отличие от явной мифологической трансформации появляется только метафорически то есть как вот эти старички превращаются в деревья естественно мужчина в дуб женщина в липу так вот повести Гоголя вот например Афанасий Иванович немеет его лицо одеревенело его движения стали очень деревенными потому что у него огромное горе здесь на метафорическом уровне вот повторяется та же самая история не говоря уже о том что вот Гоголь не исключает сам мотив вот например дуба знаем что у Тастагуба огромная роща это прекрасные дубы которые все просто изборованы знаете ли вот символ чего например дуб могучее дерево да сильное такое обычно вот бессмертие вот часто вот на кладбищах вины дубы и вообще по мифологии дуб считается царем всех деревьев либо наверное мед да имея того целительное свойство более женственное дерево и всегда вот что-то положительное связывается символики вот с образом этого деревья вот здесь конечно вот очень трогательно как прощаются друг с другом вместе сказали и вот превратились в деревья и вот они остались образцами для вот других вот именно вот образцами вот вечной вот такой любви как вот объясняет рассказчик вот история правдивая приносит доказательства сам принес венки и вот подтверждает тезис праведных боги хранят почитающий сам почитаем как подтверждается или отвергается тезис который бы поставлен повести гуголя что руководит нами привычка или любовь то есть любовь сильнее а вот для чего тогда приводится история страсти молодого человека я имею ввиду что из любви из любви вот именно страстно может привычка но из привычки очень долго есть когда возникает любовь отличная страсти но более сказывающая любви и поэтому привычка вот не даже вошли ну вот для молодых людей что привлекательнее вот так состариться или вот пережить вот глубокую страсть значит тогда раньше было наверное разумнее когда выдавали девушек за каких-то там неизвестных вот мужей и состарились полюбили друг друга но браки как-то держались сейчас по три развода на каждого человека начнут возраст это все из-за того что мы выходим замуж по любви как гоголь сравнивает вот например поэзию языкова и пушкина говорит что поэзия языкова ну ну вот влияет просто вот страстно на человека а потом забываем о том о чем читали а вот поэзия пушкина как ровное горение то есть ничего особенного все-таки перечитываем перечитываем и влияет когда прочнее на нас можем ли пережить вот эти страстные чувства каждый раз снова и снова или вот горение вот этой свечи ну как-то постояннее ровнее и прочнее чем вспышки конечно у молодых людей вот вот спрашивать о таком же ну просто как-то ну странно потому что все же вот молодости хотим же пережить хоть снова и снова те же чувства считаем вот эти браки по расчету какими-то вообще чуждые мы и вот и Гоголь и Овидий нам ставят истории которые вот очень странные но годами всем кажется более вот оказывается больше влиянием когда я почувствовала вот это влияние которое оказало на меня вот эта повесть я решила что я уже состарела и мне уже вот некуда а на самом деле все эти романтические истории которые мечтаем молодости перечитывать уже не будем никогда вот все все эти великие страсти которые характерны для нашей молодости для литературы и романтизма они становятся какими-то скучными уже и постоянно обращаемся именно к таким текстам текстам которые оказывают прочное влияние на нас и вот последнее что меня привлекло в этой повести вот какие и вообще вот когда вот анализируем какое-то произведение тогда после прочтения самого произведения постоянно обращаюсь к заглавии потому что самое интересное это вот как называется данное произведение часто это какое-то имя тогда значит вот вся история сгущается в этом образе вот такое название старосветские помещики какие коннотации у вас вызывает потому что новое общество новый мир характеризуется как и почему нам кажется что все-таки вот этот быт характеризован характеризован положительно если уж постоянно вот эти старики только едят или спят гостеприимствия тоже говори что это уж чересчур что столько нельзя есть что так жарко что можно вот угаром умереть у них то есть каждый свое утверждение пересматривает все-таки складывается как вы говорили положительное впечатление об этой жизни может быть кто мечтает о такой жизни только есть и до спать с любимым человеком невозможно да сейчас все интереснее чем вот такой образ жизни мы же знаем что в молодости Афанасий Иванович вообще-то украс свою жену то есть была у них бурная молодая жизнь покрохотчик я бы хотела например иметь такую жизнь как у них молодость бурную старость спокойная там сиренов только будущее сиренов но но они детей не имеют то есть каких-то там семейных вот счастья там не говорится там беременеют постоянно только дворовые девки прямо тоже вот так интересно что от какого так так как кучер постоянно пьян и есть еще какой-то мальчик а вот Афанасий Иванович слишком стар для этого ну то есть очень интересные какие-то нестыковки которые пронизывают всю повесть все равно же складывается впечатление о чем-то более глубоком чем вот о чем мы читаем ну вот об этом вопросе подумайте пожалуйста завтрашнему дню когда будет эта беседа об обломове потому что вот не случайно я говорила и о сне обломовом где вот тоже детализуются вот именно такие физиологические акты жизни возводятся вообще в какой-то миропорядок имеют такие же сакральные корни то есть знаем что согласно мифологическому мышлению вот эта цикличность абсолютная правильность законность жизни очень важно что всегда повторяется то же самое любая аномалия скажем любовь вот она как-то уже ну просто не вписывается в такой в такой ритм жизни не для обломов а не для обломовцев потому что вот это не сакральный первое сакральное первобытное мироустройство вот гончаров перенимает вот и этот мотив старого света то есть старый мир патриархальный такой вообще вот живущий вот этими мифопоэтическими какими-то правилами что надо отпраздновать вот в каждый праздник вот именно только в таком раскладе и новый мир всегда вот характеризуется какой-то суетой да вот как живет штольц надо всегда что-то делать постоянно быть движением у него тоже во всех трех романах вот эти два мира противопоставлены нужен вообще-то прогресс или мы должны все вернуться к истокам будем как первобытные люди вот остались ли у нас где-то вот эти вот это архаическое мышление подсознательно у Лермонтова покой и буря что выбирается как у романтика постоянно кажется что вот буря требуется или тоже на первый взгляд кажется что Пушкин тоже поднимает этот же вопрос что да поэт своей пламенной душой постоянно требует какие-то бури а творить может только в покое оставьте все меня в покое я творю я хочу покоя еще почему очень интересный этот мотив старого света потому что говорится о свете о том что вот какой свет окружает вот этих стариков какие стали они священными посмотрите самая любимая иллюстрация вот какой-то вообще вечный свет который горит святости на самом деле оказывается что седина свет это не что иное как святость которая присваивается именно старикам сообщается им вот смотрите их глаза их улыбку такое же впечатление остается после того как мы прочли вот эту повесть хотя во время чтения нам как-то скучно было ничего интересного кроме бытовухи вот этой очень страшной которая навалилась все равно вот это старый свет спасибо за внимание